Доброго времени суток! С вами Александр. Мы продолжаем изучать экспресса. Готовя сегодняшний урок, понял, что полностью объяснить каждый модуль экспресса, возможно, если ты либо являешься разработчиком, либо очень хорошо разбираешься в программировании. Но так как я не отношусь ни к первой, ни ко второй группе, то оказывается разобрать каждый блок мне все-таки сложно. Я не скрываю, что за основу своих уроков я беру англоязычные курсы, и, к сожалению, та последовательность, которую показывают они, тоже не всегда ясна. Поэтому приходится просто иногда, скажем так, по факту повторить то, что показывают они. Но мы это будем делать с вами в русском интерфейсе. Итак, что ж, после такого длительного вступления давайте продолжим. Я переименовал сферы, чтобы нам было удобно. Вот красная большая сфера у нас будет голова, а зеленая – хвост. Давайте создадим несколько дублей хвоста. Ну, для начала 5, я думаю, хватит. Итого у нас получилось 6, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Даже семь. Переходим в экспрессо. На данный момент мы с вами имеем вот такую вот структуру, которую мы создали в прошлом уроке. Вот здесь у нас была сфера 2, если вы вспомните. Вот здесь сфера 1. Я их сейчас переименовал, чтобы мы не путались. Вот голова и хвост. Все остальное осталось так, как и было. Давайте добавим оператор «Иерархия». И добавим оператор «Индекс объектов». Перенесем его в экспрессо. Давайте выберем «Нод и Иерархия». И режим ссылки у него выберем «Абсолютная ссылка». Теперь выделим все объекты, которые у нас называются хвост, и сгруппируем их командой «Alt-G». Давайте переименуем данный ноль объект, чтобы нам было понятно. Ну, назовем, скажем, «Хвостик». Отлично. Снова выберем «Нод и Иерархии». И ссылку заменим. Видите, у нас по умолчанию встала сфера 1 или голова. Мы сюда перенесем хвостик. Или же 0 объект. Теперь давайте соединим иерархию и индекс объекта. Отлично. Выберем модуль «Хвост». Вот, сфера. И здесь нам надо теперь отсоединить. И добавить дополнительные порты на вход. Мы установим следующие порты. Это «Объект» и «Глобальная позиция». Координаты «Глобальная позиция». Отлично. Теперь «Вещественный вектор» соединим с «Глобальной позицией». А «Экземпляр» от «Индекс объекта» соединим с «Объектом». Давайте вот это вот все немножко опустим ниже. Потому что мы сейчас с вами будем добавлять еще несколько нодов. И чтобы мы не запутались. Отлично. А теперь мы с вами добавляем еще три нода. Это «Математика. Добавить». Давайте скопируем с зажатым контролом. Так, вот так вот. Хорошо. Теперь один модуль у нас остается «Математика. Добавить». Второй и третий модуль мы изменяем на «Умножить». «Математика. Умножить». И вот здесь вот тоже «Математика. Умножить». Теперь смотрите внимательно, как мы будем соединять порты дальше. Данный модуль «Математика. Добавить» мы соединяем с «Математикой. Умножить». Вот таким вот образом. И верхний порт на входящих мы соединяем с индексом объекта. Вот так вот. То есть, вот тут происходит то, о чем я и говорил, что тяжело это все объяснить. Приходится показать только по факту, как создается данный блок большого программирования. Давайте продолжим дальше. Давайте мы сейчас для удобства вот одну «Математику» умножить. Сдвинем вот сюда вот вниз. И ее вот мы соединяем выход с блоком памяти. Вот уровень памяти. Так, плохо видно. Давайте оставим так. Кстати, если вам вдруг не нравятся прямые линии или изогнутые, то это можно легко исправить. Заходим в «Компоновка», «Соединение» и выбираем, допустим, «Изогнутые линии». Или же такие, какие вам нравятся. Продолжаем. Теперь вот этот данный блок мы соединяем с «Математикой умножить» с «Верхним входом». Хорошо. Продолжаем. Этот же блок мы соединяем с «Математикой добавить на вход». То есть тут очень легко так запутаться, потому что очень много блоков, притом много одинаковых. Но я надеюсь, что вы не запутаетесь. Все вот это взаимодействие, если ты не программист, конечно, объяснить очень тяжело. Итак, мы продолжаем. Давайте выберем панели «Экспресса» модуль «Математика». Так, немножко уменьшим. И во вкладке «Параметры» вход 2 с 0 изменим на 1. Свернем «Экспресса», пока оно нам не нужно. Выберем нулевой объект, хвостик. И создадим у него данные пользователя. Добавить данные пользователя. Первые данные у нас будет «Позиция». Интерфейс давайте возьмем ползунок. «Единицу» выберем вещественную. Минимальное значение поставим «Минус 100». Максимальное сделаем «100». Давайте теперь еще добавим данные. И назовем время. То же самое. Интерфейс будет ползунок. Единицы вещественные. Шаг 1. Минус 100. И 100. По умолчанию давайте выставим 5. И в позиции тоже. Пусть будет 5. Ок. Открываем «Экспресса». Закидываем сюда ноль объект. Давайте его немного все это расширим. Расширим ноль объект. И у него на выходе поставим данные пользователя. Время. И позиция. Теперь давайте позицию у нулевого объекта «Хвостик» соединим с математикой «Умножить» на входе. И время соединим с нижней математикой, которая идет у нас к памяти. Свернем «Экспресса». И давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот мы двигаем основной объект. И как вы видите, все остальные шарики за ним двигаются подобно змейке. Давайте выберем ноль объект и попробуем увеличить эти значения. Так. Позицию давайте лучше наоборот уменьшим. А время увеличим. И посмотрим, что будет. Так. Похоже, время слишком много. Давайте сделаем поменьше. Так. Тоже слишком большая задержка. Давайте сделаем 10. А позиция будет минус 100. Посмотрим. То есть, изменяя те или иные значения, вы можете немножко изменять эффект. Давайте попробуем сейчас подвигать. То есть, вы видите, запаздывание слишком большое. В общем, здесь надо будет немного, скажем так, потренироваться. Давайте попробуем в нулевом объекте скопировать все элементы вот этого хвоста и зажатым контролом их продублировать. Вот таким вот образом. Снова выберем голову. И посмотрим, что у нас получается. То есть, у нас с вами получаются вот такие вот интересные эффекты. Ну что ж, на этом урок закончен. С вами был Александр. Смотрите все внимательно. Не спешите. Если у вас не получилось с первого раза, не отчаивайтесь. Пробуйте снова и снова. И у вас обязательно все получится. Итак, в заключении еще раз хочу сказать, что когда будете создавать, скажем так, данный алгоритм, будьте внимательнее, куда и какой модуль экспресса подключается. На этом урок закончен. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok